Значит, сегодняшний разговор наш будет такой, знаете, я назвала это проблемной лекцией, как форма или вид лекции. Давайте мы с вами закончим, просто у меня тоже свои работы стоят. Но Иру попрошу смотреть, чтобы лишних разговоров у нас не было. Сразу скажу, лектор всегда волнуется, тем более, когда то, что ты рассказываешь, это вот прям вот, как сказать, с одной стороны, это давно уже, мы все обсуждаем, и возможно, что не так уж много иного будет. Но с другой стороны, это то, чем мы болеем в последнее время, чем я занимаюсь. И вот эта лекция, она будет именно такая, ну вот я же говорю, установочная больше, которая рассказывает о той проблеме, которую я сейчас расскажу. Так, сейчас я попробую, как листать. Ага, все. Так, листается. Хорошо. Значит, вот тема вроде как бы актуальна и даже современна. Но есть ряд к ней, как бы таких пока замечаний от коллег, что не совсем это, может быть, разработано и, может быть, и не совсем это нужно. Имеется в виду научный стиль мышления, о нем говорить, может быть, просто о мышлении и так далее. Но вот именно опыт нашей работы показывает, что, наверное, все-таки существует какая-то проблема, связанная с формированием научного стиля мышления школьников. Ну и вообще научного стиля мышления, наверное, любого человека, неважно, какой он занимается, взрослый, ребенок. Ну, у детей мы формируем, у взрослых мы можем развивать это. Ну вот давайте попробуем понять, о чем мы пытаемся, что мы пытаемся разрабатывать и как у нас это получается. То есть сегодня, в принципе, в этой лекции математики не будет вообще. Вся математика будет завтра. Сегодня это такой вот общий обзор проблемы развития, формирования развития научного стиля мышления школьников. Вот. И, ну, начнем. Значит, я коротко буду говорить, постараюсь уложиться в отведенное время, а вы просто читайте. Я буду говорить. Значит, ну, на наш взгляд, основная проблема, я вот, мы изучали и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, просто беседовали с учителями. Практически 20 лет мы занимаемся этой темой, но, может быть, мы ее не так называли раньше, но неважно. И вот опыт и показывает, и изучение источников показывает, что, наверное, нужно ставить как проблему, именно основную проблему формирования человека или личности, как здесь написано, который может что-то создавать сам. Но для того, чтобы человек что-то создавал сам, он сначала должен этому научиться и увидеть яркие примеры того, как можно создавать самому что-либо. И вот школа как раз тот организм и то, наверное, та среда, где это формирование и показ примеров ярких и лучших может стать площадкой для развития этого качества. Здесь все, что написано, это из последних таких стратегических документов, из нашего, ну, вот здесь написано, стратегия научно-технологического развития. То есть наука и десятилетия науки, которая сейчас, и такое усиленное внимание к науке и людям науки со стороны государства, оно связано именно вот с тем, что нам необходимо лидерство и в мире, допустим, и как этого достичь, если нет людей, которые способны что-то создавать в области науки. Это вот большая, серьезная проблема. Далее. Какие ориентиры мы сделали? Значит, первое, человек должен ориентироваться и развиваться в современном технологическом мире. И второе, он должен находить оптимальные решения, возникающих в жизни реальных задач. И основная проблема, конечно, это то, что технологии выросли очень высоко, а, допустим, обучение наше, оно осталось все-таки на уровне восприятия еще предыдущего мира, так скажем. Теперь вот мы проанализировали стандарты, и вы их прекрасно знаете. И вот базовые логические действия, которые записаны и в стандартах основного и среднего образования. Это в основном умения, которые необходимо формировать у школьников для того, чтобы они как раз осуществились. Мы оттуда это взяли, естественно. Которые как бы притянуты в хорошем смысле вот к этому понятию научный стиль мышления. То есть выявлять их, характеризовать, устанавливать, выявлять закономерности, предлагать критерии. Это все умения, которые должны быть сформированы у школьника, такого мыслящего, думающего. И это как раз элементы, фактически элементы такого вот и характеристики такого научного стиля мышления. Вот здесь мы об этом говорим, что именно эти умения, но возможно не только эти, фактически они являются признаками научного стиля мышления. То есть если человек умеет думать, вот и вчера мы на лекциях это слышали, и вы на своих занятиях скорее всего ориентируете. Я тоже ориентирую детей на то, что самое главное нужно уметь думать. А думать это мышление. И мыслить можно по-разному, и стили существуют разные. Мы говорим именно о научном стиле мышления. И естественно для того, чтобы этот стиль вырабатывался, нужно его вырабатывать в рамках какого-то действия. В какого? Ну вот учебного исследования, например. Поэтому вот мы считаем, что одной из ключевых проблем именно в теории методики обучения математики является разработка дидактических основ формирования научного или исследовательского. Иногда его так называют стилем мышления школьников. Здесь написано, возможно, что вам это тоже пригодится. Здесь написано о том, кто занимался проблемой развития. Может быть не все, поэтому там стоит и ДРЭ везде. И с точки зрения философии, и с точки зрения психологии, с точки зрения общей дидактики, и непосредственно теории методики обучения математики. То есть какие ученые внесли свой вклад в решение проблемы, или хотя бы продвижение решения проблемы развития мышления и когнитивных, то есть познавательных стилей мышления. Ну вот изучив, я не могу сказать, что всю эту литературу, но часть этой литературы, значит мы остановились на работе Марины Александровны Холодной. Некоторые коллеги, которые здесь есть, они Марину Александровну знали, и она была у нас в 2013 году на нашей конференции. Порядковый анализ смежных вопросов математического моделирования, международная конференция, которая проводится раз в два года. И вот, наверное, оттуда началось какое-то понимание того, что можно сделать. Но такое, прям вот полное, наверное, признание того, что это может стать проблемой исследования, ну, в последние несколько лет оформилось. Теперь, что же такое стиль? Вот в её работе, которая внизу указана, вы можете её найти в сети, она доступна, если нужно, я могу прислать просто эту работу, она есть мне в электронном виде. Вот, что же такое стиль? Во-первых, она говорит, что стиль – это междисциплинарное понятие, но не только она, и другие коллеги тоже. И вот в её понимании есть разбиение на понятия когнитивные стили. Это индивидуально своеобразный способ переработки информации в своём окружении. То есть анализ, категоризация, прогнозирование и так далее. Стиль мышления. И вот здесь под стилями мышления она понимает стили постановки и решения проблем. И мы как раз вот именно этот стиль мышления взяли, определение взяли за основу научного стиля мышления. Это индивидуально своеобразные способы выявления и формулирования проблемной ситуации, а также поиска средств её решения. Кроме этого, есть стили познавательного отношения к миру, как они называются, эпистемологические стили. Это индивидуально своеобразные формы сознавательного отношения к окружающему миру, познавательного отношения к самому субъекту, в том числе как к субъекту познавательной деятельности. Это познание себя. И там же представлена концепция познавательных стилей именно в учебной деятельности. Они называются стили учения. Это индивидуальные способы усвоения информации в учебной деятельности. Про эту работу и про работу Марины Александровны Холодной я хочу сказать, что это психолог, известный российский психолог. Она работает в Институте психологии РАН. И под её именно научно-методическим сопровождением и концепцией разработана серия учебников. И наши коллеги из Северной Осетии в своё время даже работали по этим учебникам. Мы их смотрели. Это учебники Гельфман, Холодная, Малова и другие. И где как раз-таки в основу положена концепция, связанная в том числе и со стилями. Там в основном деятельностная тоже концепция с упором на психологию, на придание психологии большого значения школьника. И вот все тексты в этих учебниках, очень их рекомендую, как хотя бы настольную книгу для учителя, расписаны с точки зрения того, какова психология ученика и какие учебные задания нужно давать для разных детей. Вот далее. Вот здесь есть определение под научным стилем мышления. Именно в нашем исследовании мы понимаем индивидуально своеобразный способ выявления, формулирования, поиска средств решения и собственного решения проблемной ситуации или задачи. И вот этот способ мышления, выявления и всего остального должен быть основан на научном методе. Под научным методом тоже есть очень много. Этот термин достаточно известный и разные, как ни странно, исследователи понимают под ним разную дефиницию, разное содержание. Вот для того, чтобы говорить дальше о том, что такое научный метод, мы решили дать свое определение именно для решения проблемной ситуации задач. Такое структурное, с точки зрения того, как им пользоваться. Первое – это постановка задачи или проблемной ситуации. Второе – это наблюдение эксперимента и их анализ. Третье – это поиск закономерности в движении гипотезы. Четвертое – построение теории, модели, методики. Пятое – это проверка гипотезы и выводы. И шестое – принятие гипотезы в случае ее подтверждения, то есть задача решена. Или не принятие этой гипотезы и возвращение ко второму этапу алгоритма, то есть продолжение решения задачи. Здесь под задачей понимаются разные задачи. Это и задачи текстовые, и задачи прикладные, и задачи практической направленности. То есть проблемная ситуация. Вообще, как вы знаете, любое развитие мышления способно только в случае, если личность или человек сталкивается с проблемой. Только тогда начинает работать его мышление. Все остальное – это алгоритмические навыки или уже сформированные умения, переходящие в навыки. Но вот мышление работает только при решении проблемной ситуации или задачи. Основными характеристиками мы попытались найти основные характеристики или компоненты научного стиля мышления. Мы считаем, что они как раз являются умениями наблюдать, анализировать информацию, сравнивать данные, формулировать гипотезы, проводить эксперименты, искать закономерности, причинно-следственные связи. Возможно, что-то еще. Но пока мы выделили вот эти умения, как основные характеристики или компоненты научного стиля мышления именно школьников. Хотя на самом деле это компоненты и характеристики просто научного стиля мышления. Теперь средством формирования научного стиля мышления школьников в ходе обучения математики в нашем исследовании является процесс обучения школьников решению мотивационно-прикладных или условно-реальных задач. То есть это, что это такое? Это контекстные, сюжетные, текстовые задачи или задачи практико-ориентированной междисциплинарного характера, которые описывают реальные или условно-реальные жизненные ситуации и процессы в природе, обществе и производстве, решаемые математическими средствами, в том числе методом математического моделирования. Ну и сразу дадим определение методом математического моделирования в обучении математики. Под ним мы понимаем процесс построения, исследования, интерпретации математических моделей, возникающих при решении учащимися математических и мотивационно-прикладных учебных задач, разработанных с учетом реальных учебно-воспитательных возможностей учащихся. Это очень важное в конце замечание, потому что дальше будет у вас доклад лекции Евгения Ивановича Смирнова, который как раз занимается проблемой адаптации сложного знания к школьной программе, потому что нельзя давать школьникам того, чего они совсем не смогут никогда понять. То есть нужна определенная база. Поэтому здесь написано с учетом реальных учебно-познавательных возможностей учащихся. Здесь предложен в этой таблице алгоритм и научного метода, и алгоритм решения мотивационно-прикладных задач методом математического моделирования. И на следующей лекции я как раз буду рассказывать о решениях различных задач методом математического моделирования. Вот видна здесь фактически корреляция тех этапов, которые мы назвали, которые решаются научным методом, с методом решения задач математическим моделированием, в том числе и текстовых. Текстовых обычных наших задач, которые в принципе имеют в методике уже устоявшийся метод решения задач или способ решения задачи. Это четыре этапа. Анализ, затем решение самой задачи, ну и интерпретация, и вот решение модели. Теперь какие факторы влияют на формирование научного стиля мышления, на наш взгляд? Ну вот один из факторов это адаптация сложного знания. Вот например адаптированные нами задачи, линейные оптимизационные задачи, как сложное знание, потому что его в школьной программе нет. И это можно считать, что это современное достижение в науке, линейное программирование. Вчера в докладе Анатолия Георгиевича было озвучено. Это достижение современное, открытие научного линейного программирования. Это в 1975 году только получил Нобелевскую премию Конторович и Кубанс. Поэтому можно считать, что это современное достижение в науке. Вот нами это адаптировано под элективный курс. И называется он линейные оптимизационные задачи. Я и говорю завтра, об этом я расскажу. Кроме этого важным фактором является развитие исследовательской методической компетенции самого учителя. Потому что для учителя очень важно не просто все-таки давать знания, а при этом еще пытаться анализировать, что происходит. И вы все это именно так и делаете. Просто это не очень понятно, что это исследовательская ваша деятельность. То есть когда вы анализируете, если вы анализируете, вы анализируете, вы пишете отчеты все время, просто там акцент сделан на реальные, на практические результаты. А вот если на это посмотреть, как на исследовательскую проблему, то вы сразу увидите, что ваша деятельность превращается фактически в исследовательскую методическую компетенцию. Ну конечно, обязательно нужно добавить туда научный аппарат, который в принципе можно использовать, в том числе и из этой лекции. Но есть и другие, естественно, огромный пласт методических научных исследований. И вы можете каждый из них для себя адаптировать и работать с этими источниками. Очень важным фактором является наличие среды. Мы ее назвали интегрированная региональная научно-образовательная среда. И дальше там есть продолжение – школьник, студент, учитель, молодой ученый, профессор. Эта среда – это фактически тот пласт, который позволяет в едином цикле, то есть под единым ракурсом, с единой проблематикой проводить различные мероприятия. То есть не просто разрозненные, чтобы они были, конференция, конкурс, тот, друг, а чтобы именно и школьники, и учитель переходили из одного мероприятия в другое и фактически развивали определенные умения. И вот в частности развивали исследовательскую методическую компетенцию свою. Это конференции и конкурсы исследовательских работ. И базовые знания, и формировали свою профессиональную компетенцию. То есть вот мы такую модель построили, именно Владикавказский научный центр. Вот наши коллеги, все, в принципе, здесь, кто присутствует, участники этой системы, учителя Северной Осетии. И еще два важных пункта – это интеграция математики и информатики, что, в принципе, уже существует даже безотносительно какого-то названия, вот именно как выделения. Но, тем не менее, выделить это нужно. Предметная область у нас одна – математика, информатика. Мы проводили ряд исследований, когда вот эта интеграция, то есть бинарные совместные занятия, они приносили хороший эффект информатикам, то есть программистам для мотивации изучения глубоко математики и, наоборот, математикам для реализации практических своих знаний и фундаментальных знаний при написании программных кодов, программ и так далее. Поэтому, развивая вот эту интеграцию, тем самым мы развиваем и научный стиль мышления, особенно на стыке разных культур. Культура математики, культура информатики в решении и восприятии, они разные. И когда мы их стыкуем, то получается интересный такой эффект и обогащение ребят, школьников и математикой, информатикой. В этой части очень интересный конкурс по математическому моделированию, который существует в Сумце МГУ. Мы принимаем там участие со школьниками уже, наверное, лет 6. И высоких прям достижений мы не достигли, но мы достигли, это командный конкурс, дается реальная практическая задача, завтра я об этом тоже скажу. И ребята командно решают. Но для того, чтобы решить эту задачу, ну ее, например, Hyundai, ну вот это реально так, как существует в мире, когда какая-то фирма ставит задачу исследователям, и вот объявляет конкурс, и все, кто угодно, могут участвовать в этом конкурсе, побеждает тот, кто дал решение практической задачи, более успешной. С, естественно, с участием, при участии, непосредственно при применении математики и информатики, имеется в виду программирование, то есть компьютерного и математического моделирования. Ну и, конечно, на наш взгляд, во всяком случае, то, что мы делаем, это система мероприятий, опять-таки, объединенных единым посылом, единой задачей и для учителей, и для школьников. Причем иногда совместные мероприятия, когда название одно и то же, вот дальше я скажу, это, например, Калмагоровские чтения наши, но учителя занимаются как бы своей работой, школьники своей, и вот потом получается, что такой синергетический эффект от этого и для школьников, и для учителей. Учителя видят, как школьники работают, показывают друг другу, что они, допустим, там заботно работали в своей деятельности, что они смогли поисследовать, так это назовем, и тем самым обогащают и друг друга, и детей. А детям интересно, что их учителя являются активными участниками этого процесса, тем самым вот эта вот живая как бы связь, когда учитель сам обучается, ученик, видя его, обучается, и других людей, видя. Вот она дает очень хорошие синергетические эффекты. Здесь дается определение тоже наше, что мы понимаем под исследовательской методической компетенцией учителя. Это готовность, способность, успешное осуществление собственной исследовательской деятельности в области, но мы написали именно в области теории, методики обучения математики. И именно это и есть исследовательская методическая деятельность, которая означает умение применять научный метод при решении исследовательских методических задач. То есть фактически использовать ту же самую этапность, которую мы показали, при решении своих задач, при построении урока, но с какой-то тематикой определенной. То есть мы, например, решаем проблему, и вот это в нескольких наших мероприятиях было видно, и школа учителя математики была, и молодого учителя математики на летних школах мы это делаем. Когда урок проводится не просто, чтобы провести урок и показать, как вы хорошо рассказали какую-то тему детям, или как вы показали их знания по какой-то теме, а когда ставится какая-то проблема методическая, и вы показываете, каким образом вы ее реализуете на уроке. Ну вот в частности Урина Евгеньевна, она является фактически руководителем этого направления в нашей команде. Всегда все наши школы имеют тематику определенную. Именно в ракурсе этой тематики мы готовим и открытые уроки, анализы и решения практических ситуаций. В частности, эта школа тоже имеет свое определенное название. Если вы заметили, практически каждый из докладов каким-то образом дает определенный аспект именно вот в том, о чем наша школа, то есть об учебном диалоге. Далее вот Алексей Владиславович вчера делал доклад. У него есть замечательная книга, учебное пособие, он его назвал. Это цикл его лекций, которые он поисцветил в деятельностной педагогике. Это его авторская, как я понимаю, термин авторский. И здесь он под деятельностной педагогикой понимает вот то, что непосредственная причина любых педагогических обусловленных измерений в мышлении человека в его сознании, в его психике является только его собственная деятельность. Мы считаем, что это как раз подтверждение того, что исследовательская методическая деятельность учителя это важный вид деятельности и соответственно учебно-исследовательская деятельность школьников тоже непосредственно важна для формирования научного стиля мышления. В его книге приводятся уровни исследовательской деятельности, начиная с младенческого возраста и заканчивая профессиональными учеными. Вот он дает такие дефиниции, начиная от исследовательской активности, потом поведение дошкольник, потом действия, основная школа, старшеклассник, это уже исследовательская деятельность, мы это понимаем. И вот научно-исследовательская деятельность, это уже профессиональный ученый. Но как бы там ни было, элементы научного метода и вообще научный метод является основным элементом, наверное, вот этой всей деятельности. То есть основой или методом, основополагающим методом проведения исследовательской деятельности как школьникам или даже младенцам, я познаю мир, да, так и профессиональным ученым. Евгений Иванович Смирнов, вот мы несколько лет разрабатываем под его руководством именно концепцию сложности. Есть несколько работ, это поле очень сложное само по себе, потому что есть ряд противоречий. Но в любом случае, поскольку наш мир сильно изменился и современному человеку нужны другие уже компетенции, более содержательные и сложные сами по себе, то вот достижения, современные достижения в науке, конечно, необходимо адаптировать и раскладывать как можно проще на базовую школьную математику для того, чтобы ребята были и учителя, и вообще все понимали, на каком уровне сейчас находится наука, то есть где она сейчас и какие компетенции нужны для того, чтобы понимать что-то хотя бы о том, что может сейчас делать наука. Вот здесь написано немножечко, коротко о региональной интегрированной научно-образовательной математической среде. Почему она региональная? Потому что она в регионе в нашем уже существует, мы в ней живем все. И основным здесь фактически создателем является Владикавказский научный центр. Но интегрирована она практически со школами, с вузами, и вот с институтом повышения квалификации, и с научной организацией, потому что ВНЦ – это именно научная организация. В математике – это южные математические институты. Мы уже более 20 лет эту площадку и формируем совместно с партнерами. И результатом, да, ну и центры домообразования, конечно, здесь имеют свое значение. Их у нас немного, но они есть. И вот на базе этой среды мы проводим мероприятия для учителей. И не только математики, но здесь конкретно математики. И мероприятия для школьников в течение всего года фактически. И вот школьники, пройдя эти, как я говорила, мероприятия, они фактически как-то обогащаются с разных сторон. Там есть олимпиадная математика, есть конкурс исследовательских работ, есть турниры матригата, где командный дух вырабатывается очень хорошо. Это быстрые такие соревнования. Ну вот кармагоровские чтения наши, владикавказские. То есть это все как-то вот собирает в единую такую систему тот способ формирования, ну в данном случае научного силия Мишени, но не только на самом деле, но здесь вот у нас ракурс в это. Вот и позволяет как-то соединить, как бы несоединяемые изначально элементы в какую-то единую систему. Вот здесь написано действительно, что мы заметили, увидели, что есть некие синергетические эффекты и на горизонтальном уровне, и на вертикальном уровне. То есть когда ученик работает с учеником или общается, то участвует в мероприятиях. Ну и соответственно вертикальный уровень. И вот эта интеграция еще и такая, она тоже позволяет как бы собрать все в единую систему, которая в том числе вот на научный стиль мышления работает. Вот здесь показана наша основная, наверное, конференция, которую мы 20 лет назад начали вести. Она по-разному велась. Вадикавказские калмагуровские чтения. В 2003 году она была учреждена и проведена первый раз. Это было как раз 100 летие калмагуров. Мы вот назвали калмагуровские чтения. Ну и несколько лет назад назвали их вадикавказские, потому что есть калмагуровские чтения в Сунце, фактически который стал примером для того, как можно проводить. Но у нас есть свои особенности в этой нашей конференции. Есть конференция калмагуровские чтения международная, которую проводил Ярославский госпит-университет долгое время. А сейчас ее проводит Евгений Иванович Смирнов вместе с этим университетом в разных фактических городах. Но наша конференция, она изначально планировалась для школьников и для учителей. Школьники – это конкурс исследовательских работ и олимпиада. Учителя – это междисциплинарная секция теории, методики, обучения и математики. Ну вот такое количество людей у нас принимало участие. Это просто такая как бы информация. Здесь показано последний год, два, по-моему, последних года. Это междисциплинарная секция. Вот очень интересно, что междисциплинарность стала хорошим таким фактором развития и моно, скажем, то есть вот отдельных предметов. И учителя, когда обогащаются и смотрят на одни и те же проблемы с разных сторон, с разных даже предметов, вот эта междисциплинарность становится таким хорошим стимулом для развития этой работы в целом и собственной работы тоже. Так, вот здесь вот показаны несколько докладов. Значит, показано, какие темы предлагаются для… Предлагались вот именно в 24-м году на этой секции. Достаточно активно мы в этот раз поработали. Очень активно работает на Суворовское училище. Здесь они тоже представлены, коллеги. Ну и показано, что у каждого фактически учителя есть своя определенная фишка, так скажем. То есть одна проблема, которую он хочет разворачивать. И независимо от него, он даже, может быть, не всегда это понимает. Но как ни странно, все равно во всех мероприятиях, во всех своих уроках мы чувствуем, что это определенный такой стиль учителя. И он на самом деле работает над какой-то одной своей проблемой в течение всей жизни. Только он это часто не ощущает. И стиль работы учителя предполагает разноплановые действия. Но если хорошенечко поразмыслит, то каждый учитель может определить, чем ему заниматься интересно, какое исследование для него интересно именно на базе экспериментальной, своей базы школьной, из учеников. И мы видим, что у каждого учителя свои определенные ученики, даже по стилю они разные. Вот здесь можно посмотреть, что здесь интеграция представлена, и разработка определенных методик, и интеграция математики, информатики, и просто интеграция с разными предметами. Так, дальше. Здесь показан конкурс исследовательских работ. Это, по-моему, тоже, ну, неважно, какой это год. Значит, у нас на конференции вот такие много секций. Ну, вот математика, информатика и физика были изначально с самого первого дня, потом добавлялись все остальные, и они являются основными базовыми такими секциями на конференции. Вот, ввели мы несколько лет назад обязательно олимпиаду по профильному предмету, как этап из конкурса. Интересно, что в этом году произошла корреляция, то есть ученик, ну, не везде, но вот на математике получается так, что ученик, который написал лучше всех олимпиаду, он же лучше всех рассказал о своей исследовательской деятельности, и получил призовое место. Вот, ну, здесь показана связь вот с Калмогоровскими чтениями в Москве. У нас была работа, но не одна она, это просто как пример. Вот математическая модель висячих мостов. Просто это работа моих учеников, поэтому я ее сюда поставила, чтобы показать. Проходила она дистанционный формат, был, правда. Ну, вот они получили диплом третьей степени на конференции в МГУ. И это говорит о том, что все, ну, все возможно, все реально. Ребята сейчас учатся в Москве. Один заканчивает школу, уже закончил 96 баллов по ЕГЭ, получил 179-ю. А второй мальчик, он учится в МФТИ. Вот, так что можно проследить успех этих детей, которые вовлечены вот в эту вот исследовательскую деятельность. Мы пытались калмогоровские чтения наши даже публиковать, но это оказалось очень сложной работой. И поэтому мы не стали сами дальше публиковать наши сборники калмогоровских чтений, а имеем такую практику. Тезисы мы опубликуем, а вот статьи мы рекомендуем учителям в журналах и на конференциях, в сборниках, и это успешно делается. И на конференциях, которая в четверг будет, скорее всего, кто-то из учителей про это тоже вспомнит. Вот, теперь вот тематика работ победителей конкурса исследовательских работ нашей в Дикакасе-Калмогоровских чтений в секции математика. Вот сюда мы выписали. Ну вот, если вы посмотрите на название этих работ, это именно победители, я хочу сказать, что не так много учителей. Во-первых, конечно, не все могут заниматься, не все хотят заниматься исследовательской деятельностью со школьниками. И это понятно, почему. Потому что это такая сложная область, что, во-первых, ты должен обладать определенными знаниями, фундаментальными, серьезными, чтобы поставить задачу. Это если говорить уже о высшем уровне там. Затем нужно учеников найти, потом ученики из года в год меняются. Если брать старших, то это значит работа будет максимум один год, десятый класс, в одиннадцатом они уже не хотят этим заниматься, они нацелены на ЕГЭ. Если с младшими начинать, то надо как-то выстраивать. Вот Евгений Иванович использует термин фундирование, мы придерживаемся этого. То есть опыт человека с каждым годом увеличивается, фундируется. И можно, у нас есть учительница, которая начинает работать с учеником в шестом, где-то в шестом, в седьмом классе, группой, командой они начинают работать. И вот ребенок в эту команду попадает, в этот коллектив, учится тому старше. Потом старшие, когда уже ушли в ВУЗ, эти уже подросли. И у нее все время получаются интересные исследовательские работы, которые достигают высоких результатов. И правда это физика. В математике это сделать немножечко сложнее, потому что физика это эксперимент, а математика это математические эксперименты. Чтобы там решить какую-то такую научную задачу или учебно-исследовательскую, нужно сильно постараться найти таких детей и такую тему. Блестяще с этим справляется, есть такая конференция в Ярославле. Достижение, по-моему, оно называется, если я правильно помню, Александр Владимирович Ястребов. Он доктор педагогических наук, профессор ЕГПО. И вот он работает долгое время со школьниками. И его работы как раз со школьниками получают хорошие результаты. Прям даже новые какие-то результаты на базе школьной математики. Но это искусство, не все это могут, и, может быть, не всем это нужно. А наша задача вовлечь школьника, учителю вовлечь школьника в исследовательскую деятельность, естественно, он должен подобрать такую задачу, которую ребенок сможет решить совместно, конечно же, с учителем. Понятно, что исследовательская работа – это не научная исследовательская работа ученого, это учебно-исследовательский проект. И там нам, в принципе, нужно показать пример, как надо. И вот учителя, которые даже зашли в эту конференцию не так давно и посмотрели, как это проводится, они фактически уже в эту деятельность вовлечены. Ну и, конечно, надо сказать, что сейчас очень много... очень много делается с самой системой, потому что проектная исследовательская деятельность вошла уже плотно в федеральные стандарты, и практически все сейчас вынуждены заниматься проектной исследовательской деятельностью, кто как может. Ну вот мы предлагаем, возможно, именно такой подход, когда не просто какие-то проекты делаются, а когда проекты, они осознаны. И целью всей этой деятельности является, в общем-то, развитие мышления школьника и формирование вот научного стиля мышления. Здесь показаны публикации, которые непосредственно... Значит, этот материал, это фактически статья, которая... Это будет доклад на конференции, на семинаре на учреждении Марковича, который будет в этом году в Сыктывкаре в сентябре месяце. И вот это фактически основой стала эта статья. Но мне хотелось вам рассказать о том, чем мы занимаемся, фактически для того, чтобы вы могли, если захотите, присоединиться к этой работе нашей совместно. И это будет обогащение и тех, и других. Ну вот, пожалуй, все. У меня все. Я, как ни странно, даже уложилась. Спасибо большое за внимание.